Да-да, ребята, простите, что не с самого начала, но, тем не менее, начинается вторая партия между Данилом и Никитой и F4, H3. Ох, во второй партии он решил, видимо, ставить мат, правда, H3, ну, как бы, по-своему, мат не получит на H4, да. Вот есть такой, к сожалению, ресурс. Да, кстати, F4 это будет... Ну да, Конь F3, Конь F3, Е4, а что дальше? Конь G5, я полагаю. Ну, правда, там H6. Это очень грустно заканчивается. А что делать-то? Да не... Камбэк нужно делать. Нет, нет, стоп, 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 если Конь уходит, F4, мат. Да, ну, я бы на месте не кидал, бы ход назад. Все-таки. Напиши еще раз. Ужасно, ужасно. Ребята, это... Как оценивать движок эту позицию, как ты думаешь? Ой, думаю, что плюс два с половиной. Ну да. Минус, минус, однако минус. Ну, как бы, да. Гамбит получился. Камбэк слонов нужно развить. На B2, на D3 и ставить... Нет, за что? Да, просто теперь прицепиться к слабому пункту. Я считаю, что слабый пункт здесь, F7. Пойти, вы знаешь, банально. G4? Да, G4. Конечно. А что? Все, теперь смотри, смотри. А вот это коня, гнать коня. G4, G5. G4, G5. Да, а что? Ну, это же план. И в Блиц это, ну, не так легко отбить, на самом деле. Все, просто теперь, ну, вот нужно побыстрее все. Ну, G4 нужно быстрее, нужно напугать Никиту. Ну, вот сейчас на D5 еще пешка будет висеть после G4. Вообще отлично смотрится. G4 отлично. Сделано, сделано. Слушай, мы с тобой болеем за Данила. За Данила. Ну, ладно, я просто хочу увидеть яркую атакующую игру. Ну, мы сейчас, мне кажется, ее увидим. Ну, вот в исполнении белых. В исполнении черных я не уверен. Черных будут упорно пытаться все разменять. Черезень в первую очередь, да? Да, ну, задумался Никита, но на самом деле есть над чем подумать. Угроза все-таки создана. Может быть, он думает, как сам поставить все-таки слон H4. Там есть какие-то у него тоже свои угрозы. Вот, D4. Вот это интересно. Да. Ого-го-го, ой-ой-ой, пошла. Пошла канитель. Так, ЦД. Надо поубрать на D4. ЦД, конечно. ЦД шаг. Нет. Нужно ходить в БЦ и слона на А3. Да. Но все-таки ДЦ сыграно. А вот с другой стороны, ладежь 8. Ладежь G1. Ну, там слон H4, король Е2, и после там B6 слон двоопольно подключается, и конец. Нужно как-то... Почему-то не удается, Никита, не удается Данилу в обоих партиях уйти в рокировку. Хотя ему очень хочется, безусловно. А, ну, как играть-то? Король Е2? Король D1, видимо. Король D1 не хочется. Там, молодец, отчет на 1. Не хочется, но приходится. Вот так мне еще больше не хочется, потому что видишь, что он Е6, он C4. Так, может быть, это Е4? Дайте клеточку королю какую-то. Ой-ой-ой. Это что, мат? Да. Мат на доспехе. На доспехе мат. Все, на этом, видимо, наша комментариевская работа закончена. Спасибо всем за внимание. Да, интриги не получилось. Да, ну, ладно. Данил боролся в первой партии как мог, а во второй партии решил все шашки на голову, F4, H3. Да, и вот такой симпатичный мат двумя слонами. Перенервничал. Мат зато симпатичный, да. Да, всем спасибо за внимание. Не часто увидишь мат воспоминания Никиты Петрова на 13-м ходу. Да. Особенно не в Гамбите Мора.